что может быть прекраснее солнце орхидеи великолепные восхитительные цветы и сима охранник мой сидит то ли опрыскиватель охраняет то ли орхидеи я уже особо близко к ней не подхожу потому что сегодня потому что сегодня был ужас я добралась таки до нее и решила ее вычесывать непонятно кто больше стресс испытал я или сима симон ну рассказывай пожалуйся ох вот так вот так не дает сегодня мамка ей спать совсем не даю жалуйся жалуйся девочкам расскажи как сегодня мама тебе чесала как сегодня мама тебе колтуны выстригала после вычески и выстрижение выстригивание не знаю как правильно удаление колтунов прямо я не знаю обычно они у нее внизу под брюшком сейчас у нее колтуны были здесь вот очень сильно но кошка взрослая очень старенькая ей в июле месяце будет 16 лет я боюсь лишний раз ее стрессовать ну давай ну давай включи свою хрустелку давай давай похрюкай моя девочка жалуйся жалуйся на маму жалуйся тебя все все пожалеют она и кусалась она их рызлась она шипела она рычала на меня она делала все ну где-то минут может быть десять и вычесывала все что могла у нее вот под клутунами образуются множественные корочки вот как знаете появляется перхоть вот у кошек тоже перхоть да да много раз у меня не одна кошка была у меня много кошек было и появляется перхоть да симой ну как много у нас кошек было сколько до тебя было у нас кошек всего лишь лиса мурка вот сима это третья киска у нас живет ну и наконец-то я и выстрелила но еще хвост хвост девчонки я не знаю что делать у нее там сплошной колтун на хвосте ну буду потихоньку к ней каждый день подходить и что-то ей пытаться там такое кошачье человеческое аккуратненько и сделать да симоний думаю я девочка бедненько пожалуйста пожалуйста девочка пожалуй все они тебя пожалеют он дать из моя ж ты губастая дуничка от дуничка губастая ты мой окра не хочешь чтоб мама тебя трогала я тебе снять спать совсем не даю до видеть плохо стало мой прям ой неужели глазки у нее на солнышко среагировали обычно мира не реагирует зрачок сказали что какие-то цвета уже зрачок не воспринимает и она постоянно вдаль видит а вблизи постоянно носиком бьется да расскажи как ты носиком бьешься туда-сюда даже порожечки не видишь да как переступать надо постоянно падает через эти порожечки ходит ну я понимаю что она уже плохо видит ну ну как взрослая очень взрослая кошечка ой что-то я начала с орхидей солнца и переключилась на сим очку крем боричача ту которую мы с вами разыграли девчонки посмотрите что делает я удивлена она доращивает все все свои цветоносы и разветвленные вот эти кончики смотрите дала новый кончик вы видите и цветы стала доращивать а ну все скоро буду уже отправлять уже я думаю тепло можно будет отправлять растения поедут они к своим хозяйкам с новыми бутонами на удивление вот она крем боричачи разыгранная орхидейка лека фантастик 2 кстати вот она стоит которую я вторую разыгрывала наш начался у нее активный рост видите мой доморощенный листочек поедет к своей новой хозяйке уже с приростом доморощенным ну вот так сейчас я вам еще кое-что покажу ой смотрите вот эта красавица которая очень многим понравилась вроде смотришь вроде такая орхидея но часто такое можно на привозе увидеть но нет вы знаете в доме в условиях домашней коллекции и это крупноцветковая орхидея выглядит божественной классический стандартный цветок форма цветка необыкновенно красивая губа с плотным глубоким основанием там вот внутри этой губки и крупнейший цветок девчонки вы помните я ее покупала то верхняя часть цветоноса была с бутонами все до одного бутона раскрыла все до одного я удивилась я удивилась насколько она стрессоустойчивая ой помните был обзор в европе я вам ее показала уехала а потом поздно вечером уже поехала за этой орхидею вот бывает нет чтоб сразу купить мне же знаете как говорят с мыслью нужно переспать но я не переспала со своей мыслью и желанием приобрести эту орхидею но часа 45 думала купить не купить все вернулась и не зря вы знаете вот не зря так все мы ее спугнули пошла 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 сегодня нет ей покоя нигде киси мурыси вот об этот порожек она все время бьется лапками передними бьется переступить но не видит она его и как бы туда кул тыкается я на это смотреть не могу но ничего не поделаешь мы ездили к врачу сказали что это такой необратимый процесс уже так ну вот вот такая красота вот этот цветок я мерила вместе с вами его он 13 сантиметров вы посмотрите девчули какая красота и мужчины тоже кто смотрит канал мужчин конечно же я приветствую очень рада что вы в нашем дружном коллективе находитесь спасибо вам большое так вот такая красота пойдемте дальше зачем далеко ходить я перевожу видеокамеру показываю вам я показываю вам наконец-то это упрямая бараниха вот помните название видео было да я сказал упрямая бараниха рекорд от стюартианы пикачик вот пожалуйста первым распускается цветонос которому полгода вот вот у него тут у нее тут будет хороший такой колокольчик объемный покрытыми покрытый цветами от стюартианы пикачип вот она красота посмотрите какая она классная ой и вот распустилась и доращивает доращивает она очень красивая вот марина в городе мы с ней в одном живем общаемся с ней она мне сказала что у нее стюартиана пикачип выдала два цветоноса вызрели два цветоноса и в момент фотосъемки для меня светение одного цветоноса она сломала 2 я говорю марина ну как 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 сказать ладно ругаться не буду но я ее конечно глаза выпучила и говорю марина что ж это такое нагреты я сама не пойму как это получилось но цветонос вообще кирдык ему с бутонами плотно покрытый цветами сломался во время фотографирования ладно распускается все вот они смотрите немало у нее тут бутончиков да видите она вот кстати кончик растит то и растит ну наконец-то деление второго пошло когда я вам показывала год и уже на момент выхода видеосъемки этому цветоносу будет год и ну почти два месяца вот этот цветонос вот он вот он вот удочка вот это грандиозное только начал делиться на бутоны ой-ёй-ёй-ёй-ёй зацвела красавица которую выиграла ирина поваренкина вот она красота тоже в крыль в крым отправлять поэтому сейчас я наверное уже скоро буду отправку делать это орхидея вот два цветоноса у нее поедет к своей матушке новой буду за ней там ухаживать так ну и вот третий видите как хорошо проклюнулся о смотрите красота какая слушайте ну вот еще раз на уровне руки вам ею покажу вот это матроновна девчонки мне написали ирина конечно помним конечно помним мы это видео как вы спасали стюартиану пикачип у которой . роста была гнилая из магазина я ее принесла просто забрала ничего за нее не платила потому что мне сказали ничего не надо только заберите потому что совесть будет не на месте если выбросить орхидею говорю хорошо девчонки заберу так ну и вот видите как вот такая картина самое главное убрать инфекцию в области ствола пропавшей орхидеи уберете инфекцию пенек обязательно вам даст детку только пенек если вы будете пользоваться максимом не покрывайте весь максимом вы можете сжечь меристемные почки об этом на канале я показывала обрабатывают полностью весь пень от начала до конца по самую туда глубинный уровень того самого стволика и все и конец всем меристемным почкам максим очень такого жгучего препарат жгучего проникновения глубокого так стюарт стюарта показала вам дальше ой у меня постоянно спрашивают ирина ну как там у вас ваша притория ну вот она а я сняла я вам ее со стеллажа чтобы не туда не тянуться чтобы вы хоть сами все увидели вот она притория у нее был цветонос уже постпересадочная она им отцвела но отцвела быстро вот а потом у нее одновременно во время цветения вот деленки у нее развивался уже новый цветонос что вам могу сказать по приторию но вы знаете да что это орхидея у меня выращивалась двойном горшке вне пересадки то есть что и что это значит горшок от садовника только я меняла ей частично грунт я там и нет что я говорю до горшок от садовника но я ее пересаживала свою кору с циафлорой точно и когда она плела этот горшок d12 корнями я ее разместила в более высокая кашпо и туда много керамзита насыпала и поставила ее горшочком на этот керамзит она врастила туда корни в этот керамзит потом вместе с вами во время пересадки ух удивились ее корням какая она красивая орхидея до пересадки это орхидея именно вот в этот горшок в закрытую систему сейчас все вам расскажу это орхидея она очень у меня красиво цвела цвела всегда постоянно вообще очень пышнющие пычу пышнющие у нее были цветения вот но сейчас вот пожалуйста у нее 5 цветочков можно сказать что это не пост пересадочные но в результате того что орхидейка была пересажена все-таки в незнакомую для нее систему закрытую мне не понравилось как она в ней развивается но я не стала дербанить растения думаю выкарабкивайся сама как хочешь единожды я обработала корни этой орхидеи после пересадки при викуром когда корневая система некоторая дала сбой в этой посадке вот и она после пересадки скинула два листа сейчас я вот смотрю мне нужно наверное все таки методом погружения горшочка в воду полить эту посадку внизу вроде как вот сейчас я вам покажу вроде как у нее внизу вот мокрые корни вот они видите мокрые корни грибничка пошла но это ничего страшного но какой-то легкий горшок так рассказываю сразу два листа она скинула высокий ствол был при пересадке тут как бы нечего скрывать вы помните да что я не стала ей делать омолаживание потому что верхняя воздушная корневая система у нее не была развита почему у нее вот видите оголенный стволик но при этом стиль произрастания корневой системы она стелется вдоль ствола и вот этих корней вообще не было я пересаживала орхидеи вот так вот вот корни туда заглубляла вот этих не было она потом их отращивала уже и не понравилось есть закрытая система не понравилось но я не трогаю пока говорю давай договаривайся с грунтом с посадкой сама как хочешь как хочешь карабкайся ты сильная ты мощная у тебя иммунитет прекрасно развит вы посмотрите какой красивый цветочек но я могу сказать что так как корневая система дала сбой цветонос вот насколько она может она создала необходимое количество бутона возможное количество бутонов вот так скажу и цветочек ну процентов на 30 мельче потому что сбой по корням был это абсолютно предсказуемо она когда придет в себя она зацветет в полную силу в этом я уверена вот она дала пять цветов сейчас у нее вот кончик опять она отращивает вот видите тут бутонизация идет но хороша да она очень красивая когда приторию я вижу допустим в магазинах где-то как-то она не очень восхищает меня но когда этот огонек зацвел первый раз у меня моим домашним цветением я с ума сошла я когда вам показала многие стали искать этот сорт девчонки на и стабильнейший сорт даже вот закрытой системе то которая не очень понравилась этой орхидеи все-таки все равно она карабкается все равно она живет выживает ну я вам могу сказать что достойная достойная орхидея достойно быть в коллекциях она очень красиво вот смотрите у нее очень часто кстати на листиках на цветоносах на протяжении всего цветоноса капельки медведкова роса называется это выделение нектара для привлечения опылителей насекомых опылителей она всегда так у меня растет у нее много-много капелек на цветоносе на листочках я знаю свое это орхидеи вот они прям капельки пошли видите так 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 она у меня постоянно так главное вовремя стереть эти капельки потому что все-таки выделение нектара сахаристая основа этих капелек она дает питательную среду для заселения этого сажистого грибка поэтому просто беру тряпочку и протираю листочки вот так есть не поступают вот она вот она моя красота такая холюция все пусть растет цветет вот надеюсь что все хорошо ой девчонки купила препараты покажу вам какие препараты купила кстати первый раз я встретила вот этого производителя эти препараты с таким удовольствием я их загребла себе в загребущие ручки самое интересное что я их на розыгрыш купила для вас первый раз вообще в магазине я увидела эти препараты именно той формы о которой мечтала обязательно вам покажу вот такая красота у нее всегда боковые лепестки бывают очень интерес с интересными прорезями вот видите про что я говорю и одновременно волна идет на вот этих боковых петалиях ой моя огонек любимая любимая орхидея на у меня давно 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 в коллекции очень давно эта орхидей к живет с нами обожаю ее но когда я хочу показать вам вот эту орхидея моя камера начинает сходить с ума это орхидея бесконечно красивая ну очень мой любимый сорт это ну орхидея которую сложно где-либо купить оборвалась у меня видеозапись сил телефон возвращаясь после подзарядки ой слышите вот про эту орхидею эта песня такой орхидей купить на миксовке но невозможно называется орхидея туфелька королевы я ее покупала в группе вконтакте там где орхидейки продаются сейчас уже точно не помню в какой потому что это было но достаточное время назад и вот это уже у нас сейчас я вспомню какой нам четвертое домашнее цветение вот она всегда так цветет чашообразный цветок до конца вот не раскрывает никогда вот по размеру цветочек вот смотрите ладошка моя и пальцы крупноцвет восхитительный вот не знаю как вам показывать вот смотрите восхитительная красавица чашообразная форма блюдце образная и почему я говорю что камера не дает необходимой цветопередачи потому что это невозможно потому что это орхидея она залита вот этим оттенком очень плотным глубоким красивым и видеокамера к сожалению не передает тонкости цветения вы помните я ее показывала в зимнем цветении теперь я показываю в летнем цветении зимним цветением она цвела на 4 цветочка крупноцвета ой это восхитительное зрелище туфелька королевы матак на английском я не не знаю есть у меня да есть сейчас я вам найду найду бирочку вот как она называется вот такое название если интересно ищите кому нравятся такие оттенки кому нравятся такие крупноцветы вот сбоку вид сбоку как она выглядит видите блюдечко блюдечко ой чистокровная породистая посмотрите какая у нее губка я включила индивидуальную подсветку ну хоть так вам немножко тонкости покажу так и почему мне нравится мало того что форма смотрите какая у нее однотонная губка у этой орхидеи створки однотонные сам язычок однотонный а внутри спрятана тайна а вот эта пипка я не знаю что она мне напоминает вот посмотрите кого она напоминает вам не напоминает вам вот эта пипка наверху цветение орхидеи по фиупедилам парус с боковыми вот этими лепестками с парусом наверху вот такая мини версия какая-то очень интересно посмотрите как выглядит вот если рассматривать эту орхидею много можно найти необыкновенности на ней каких-то особых природой созданных тонкостей которые не увидишь на других орхидеевшках фаленопсисах спрашивала когда девушка у кого цветет у меня вот как раз она в группе сейчас я точно не помню где по моему в телеграме она спрашивала девчонки у кого цветут туфелька королевы покажите хоть как цветет девчонки но вот как она цветет красавица мой а растет она посмотрите где у меня растет в горшке виноградинки ой растет замечательно вот пересаживая растение в горшок автополив я вам много раз рассказывала как работает эта система эта система будет работать очень хорошо и не причинит вреда растениям не будет требовать от вас определенных поливов определенного ухода если вы сделаете вот такое равномерное расположение в уровне коры влагоемких компонентов в данном случае у меня видите кокосовое волокно вот здесь крупная кора внизу кокосовое волокно и потом у меня идет миксовка кора и мох замечательно арахидея развивается у нее корней полный горшок посмотрите с другой стороны ну так что если вам нравится вот такие вот необыкновенные красивые глубокие цветы смотрите какая она перламутровая блескучая как будто бы мелкие кристаллики сахара покрывают лепестки этой орхидеи сахаристая красота очень красивая рассматривать мою коллекцию орхидей можно бесконечно поэтому наверное вот на этой красоте я закончу сегодняшнее видео цветонос уже этот раскрыт раскрыла она и она его в конце ноября 22 года вот считайте сколько это орхидея держит на своем цветоносе цветы это спонжбоб орхидея очень веселого цветение но она реально как веселушка пеструшка веселушка разветвленный цветонос вот здесь вот она убрала уже цветы здесь по моему было парочку что ли их да парочку а все остальное пока держит пока держит и я смотрю у нее вегетация пошла активная вот листочек пошел новенький видите орхидеюшка посажена в двойной горшок полный горшок корней вот спонжбоб все посмотрите на эту восхитительную красоту пестрою улыбнитесь а мы с моими орхидеями хотим вам пожелать хорошего настроения замечательных солнечных деньков всего вам самого-самого наидобрейшего здоровья и благополучия всем пока пока до новых встреч